Женщины сверху, мужчины снизу. Кто, где, куда. Мужчины выиграли. В прошлом году женщины отвечали, мужчины задавали вопросы и всё равно женщины выиграли. Вы думаете, дело в названии нашей передачи «Женщины сверху»? Посмотрим. Этот раз мы дали мужчинам ещё один шанс. Итак, за столом играют Карена Дамян, ведущий «Матч ТВ», автор шоу «50 вопросов» на ютуб-канале «Макарена». Вы наверняка хоть раз смотрели его интервью, которое он берёт в автомобиле звёзд. Илья Калмановский, кандидат биологических наук, автор подкаста «Голый землякок». В прошлый раз на стороне зрителей выступал отец Ильи, психолог Александр Калмановский. И отметим, что команда «Знаточек» легко отгадала ответ на его вопрос. Надеемся, Илье сегодня повезёт больше. Юрий Музыченко, главная звезда Петербурга, соратник «Литл Биг» и солист группы «The Haters». Стас Круглицкий, блогера Сыктывкара, известный во всём интернете как «Стас просто класс». Заза Наполи, самая, наверное, известная травести дива, на постсоветском пространстве, по-прежнему собирает полные залы. В списке планов мы смотрели на «Декапр» и легендарная центральная станция и сауна Казанова. Присутствие Заза за нашим столом говорит об одном – в двадцать первом году мужчины наконец-то отбили себе право выглядеть, как им хочется. АПЛОДИСМЕНТЫ Против вас сегодня играют Елена Костюченко, журналистка «Новой газеты». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛАЛИТА МЕЛЯВСКАЯ – певица. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нелли Уварова – актриса. АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Арзамасова – инстаграм-блогерка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Шихман – ведущая ютуб-канала «Поговорить». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лукерия Ильяшенко – актриса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И бар «Олимпиада.Москва». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажу вам наши правила. В случае спорного ответа или неоднозначной ситуации, вопросы и интересы зрительниц защищают мои коллеги Анна Фимина и Ксения Миронова. За команду знатоков и мужчин вступится Полина Милушкова. Добрый вечер. Клуб сегодня представит журналист «Дождя» Эдуард Бурмистров. На каждый вопрос у вас будет по одной минуте на размышление. В случае досрочного ответа вы сохраняете минуту времени, которую можете использовать в дальнейшей игре. Один раз за игру вы можете воспользоваться помощью клуба. На это вам дается дополнительная минута. Перед началом мы предлагаем команде выбрать своего капитана. Именно он будет принимать ключевые решения в ходе игры. Итак, начнем. Кто же ваш капитан? Так получилось, что я, госпожа ведущая. Итак, Карен Адамян, капитан команды. Итак, начнем. Сразу. Окей, давайте. Нервно, да? Карусел, карусел, кто успел, тот присел. Ой, так все равно все вопросы будут. Что дуть-то? Это означает, что это чаще. Номер шесть. Вопрос номер шесть. Вопрос номер шесть. Против знатоков играет. Катя Айова, солистка группы Айова. За какое изобретение японец Дэйсуки Инуя в 2004 году получил шнобелевскую премию мира, как человек в 70-е, открывший людям новый способ учиться терпимости по отношению друг к другу? Я очень понял. Дэйсон получил шнобелевскую премию, потому что 70-е, что там открыл, просить за что-то там. Он японец или кто там? Дэйсон. Неважно, это не важно. Звучит как по-японски. Дэйсон и суки, что-то такое было. Шнобелевская премия. Что-то учиться терпимости. Что-то, что помогает людям дам новый способ учиться терпимости. Что у нас хорошо получается, продолжайте. Может быть, он долго смотрел... Не смотри на меня. Нет, нет, это что-то какая-то командная вещь. Шнобелевская премия за что дается? Ну, за какое-то дурацкое... Идиотские открытия. Но в которых есть некоторый смысл. Смысл есть. Шнобелевская премия, а не Нобелевская. Нет. Никаких идей. И он какой-то там сука-мадука. Может, у него вообще не существует этого японца. Существует. Катя бы не стала врать. Что означает этот сигнал? Давай, настрочный ответ. Или это только началась минута. Анечка. Надо обращаться к 70-м. Что было в 70-м? 70-е, Япония. Аня, прекрати жать на кнопку. Вот теперь все. Я могу повторить вопрос? Да, пожалуйста. Итак. За какое изобретение японец Да и суки иное в 2004-м году получил Шнобелевскую премию мира как человек в 70-е, цитирую, открывший людям новый способ учиться терпимости по отношению друг к другу. Терпимость. Новый способ учиться терпимости. Помощь зала. Госпожа ведущая, мы попросим помощь зала уже на первом вопросе. Как вам такое? Вот так сразу? Куже не будет. Конечно. Конечно. Дальше будут легкие вопросы. Мы думаем, что просто начало, чтобы просто нас запугать. Просто не повезло. Да, просто не повезло. Дальше будет проще. Не, но там же, если был первый способ, он открыл второй способ. А первый способ какой? Терпимости. Он открыл второй способ? Да. Хорошо. Давайте обратимся к залу. Итак. Товарищи студенты. Есть ли точки зрения какие-то свои у зала? Да, у зала есть точка зрения. Можно нам правильный ответ сразу? Нет, вы можете обсудить. Не оберегать микрофон. Вы можете просто обсудить. Но вы уверены, что хотите сжечь... Да, да, уверены. Как будто это очевидно. Конечно. Это самый сложный вопрос. Это очевидно. Это только первый вопрос. Смотрите, мы же можем проиграть, если что, да? Мы же можем проиграть. Давайте так, он нашел новый способ учиться терпимости друг у друга. Это безнадежно. Хорошо. Может быть, он изобрел селфи? Подождите, давайте начнем с простого. А давайте вспомним, какой старый способ учиться терпимости. Да. Это как? Давайте, японцы, да? Вот в чем у них может быть вопрос терпимости? А мы хакнулись на систему, да? Стоп, вы же хотели воспользоваться помощью зала. Пока учительница... Я отговорил снародной. Знаешь, когда пока учительница не подошла... просто... Минута. У вас есть точка зрения? Хватит делать харакири, типа... Юр, ты не забываешь, что это было в 70-м году? Это совсем по-другому, люди думали. Нет, как же он в 70-м году предложил это? И это связано с музыкой, насколько я слышала. Угу. Все, они слушали рэп. Караоке. Он изобрел на уши? Да, изобрели караоке. Терпимость. Вот. Караоке. Они изобрели караоке, Нет, люди поют, это раздражает, что люди поют. Разные. А кто дает ответ? Я. Я, я, я. Илья отвечает. У них же разные ответы. Да, отвечает Илья. Команды должен принять решение, удовлетворила ли вас подсказка, готовы ли вы давать ответ. Его нужно дать. Подсказка нас не удовлетворила, нам ничего не подсказали, мы сами додумались. Ладно, ладно, хорошо, отвечает Илья. Это было сложное решение. Мы думаем, и это само по себе должно вызывать уважение. Это классно. Нам нравится. Мы думаем, и нам это нравится. Что речь идет про караоке, потому что может раздражать, когда другие люди поют, но это ситуация, в которой можно с этим смириться, и это учит нас терпимости. Вы уверены? Да. Караоке. Я вот, кстати, когда Югра обосновывать караоке, а что тогда? Послушаем Катю и Йогу. Правильный ответ. Караоке. Чего? Это караоке. Давайте, давайте, давайте. Я не знаю, это караоке. Камера. Камеры размочили, да? Это просто все. Ильюха, красава. Играем пошла. Правильный ответ. Когда я слышал, что Катя Айова задает вопрос, я его боялся больше всего. А вы заметили, да? Катя Айова про музыку спросила. Да. Смотрите. То есть Лолита спросит про... Лолита будет спросить про цикала. Как участник команды пишу. Раз. Угу. Мочили. Есть. Да. Отлично. Поехали дальше. Следующий вопрос. А какие коопиотенты у бэкмейкеров сейчас интересны? У нас нет такого спонсорства в этот раз. Женщины сверху. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та. О нет, о нет. Как так скажет? О-о-о. Супер Блиц. Зубы появились. Ну, я думаю, что, конечно, Илья должен отвечать. Я Илье доверяю, я бы пытался. Госпожа ведущая, нам можно Илье подсказывать? Надо покинуть стол или как? Оставайте за столом. Никто не может подсказывать ни в зале, ни за столом. Это блиц, который играет один игрок. Отлично, все нормально. У тебя гены, Илья, у тебя гены. Илья, ты дал уже правильный ответ к караоке. Ну, будет один-один, если даже. Все нормально, все нормально, мы верим. Какая плохая команда. Два вопроса читаю вам я. Один вопрос будет в виде картинки. На каждый ответ, по каждому вопросу, они полегче, будет по 20 секунд. Итак, первый вопрос. Из наблюдений за реакцией больных после оглашения несмертельного диагноза американский психолог Элизабет Кюблер-Росс выделила пять стадий. Отрицание, гнев. Нечто, депрессия, принятие. Какая третья стадия принятия смерти, по мнению психолога? Торг. Правильный ответ. Второй вопрос. Согласно психологу Эриху Фрому, человеку свойственно испытывать пять видов любви. Материнская, братская, эротическая, любовь к Богу и нечто. Какой пятый вид? У вас есть 20 секунд. Это звук начала отчета. На следующее время, да? Да. Соответственно, психологу Эриху Фрому, человеку свойственно испытывать пять видов любви. Материнская, братская, эротическая, любовь к Богу и нечто. Какой пятый вид? Госпожа ведущая, позвольте мне вступиться за клуб. Мне кажется, первый вопрос был дан досрочно. Может, мы дадим еще 20 секунд, Илье? Ну, тут я позволю вступиться против клуба, потому что я не очень поняла, как у нас временной регламент, госпожа ведущая, был, когда знатоки отвечали на первый вопрос. Там сначала была помощь в зале, а потом еще было очень много времени на размышления. Я говорю про первый вопрос на Блице, где правильный ответ был дан. Да-да-да, я понимаю. Но мне кажется, что это можно зачесть за время. Ох, и вы злые, ну что вы цепляетесь за прошлое? Ну было и было, отгадали и отгадали. Ты посмотри, как пены зашли все. Звучит справедливо. Мне тоже так кажется. Так, Карен. Как раз прошло еще 20 секунд. Я потом буду переодеваться в твоем присутствии, что ты ослеп. Я сниму, да? Илья. Да, я не помню. Материнская, братская, эротическая, любовь к Богу и... Ну, я попробую платоническую. Вы уверены? Нет. Ну, говори! Любовь к родине. Нет, не к родине. Ну, себя-то мы все любим. Любовь к стоматологам. Любовь к себе. Итак, правильно. Секунду, стоп, стоп, стоп. Любовь к себе. Я рад. Я же говорил. У нас был дан правильный ответ. Это круто. Все-таки вместе мы с себя, да? Ну, очень, очень круто. Мы пытались. Круто сообразил. Я, кстати, тоже тебе шепнул любовь к себе. К себе? Да. Стас, а это была не подсказка. Вы написали «я лучше». Я написал... Ну, просто Карен написал ему поддержку «лучше», а я решил написать «я лучше». Я просто подумал, что подсказка. Раз. Следующий вопрос. Ничего страшного. То есть, все было правильно, на самом деле. Ход мысли был верный. А третья? А где картинка-то? А вы проиграли второй вопрос. Вопрос номер один. Вопрос номер один. Против знатоков играет Елена Костюченко, журналистка «Новой газеты». Ну, все. Хану. Что японские психологи просят сделать кандидатов в отряд космонавтов для оценки их концентрации в условиях стресса? Что японские психологи просят сделать кандидатов в отряд космонавтов для оценки их концентрации в условиях стресса. Что-нибудь собрать. Посчитать. Что-нибудь... Сделать руками. Считать семерками назад, да, вот? Какие есть стандартные? Это что-то, что может быть... Сыграть что, где, когда? Что-нибудь взять палочками. Может быть, кстати. Может быть, они одевают его в белое, а потом выливают на голову ведро дерьма. Может быть. И как человек с этим совладает? Или показывают собственные... Ну, к космосу, да? Типа, связано с космосом. Типа, гравитация. Это делается на земле. Человек стрессует. Аэротруба. Может быть, набирать сообщение отдельно-нибудь в телефоне. Время закончилось. Кто будет отвечать? А сколько было подсказок зала? А можно я подсказку зала? Израсходовано. Вот это 50 на 50. Это не та программа. Это следующее. Итак. Больше нет никакой помощи. Выбирайте. Кто отвечает? Капитан. Да, да, да. Так. Я бы озвучил еще раз вопрос, который Юра задал. У нас больше нет никакой помощи. Помощи нет. Но я могу еще раз задать вопрос. Да, отлично. Потянем время. Что японские психологи просят сделать кандидатов в отряд космонавтов для оценки их концентрации в условиях стресса? Ну, может быть, я бы сказал, там, рисинки палочками перекладывать. Что-то от мелкой моторикой. Надо трассануть, а потом, наверное, что-то связанное с мелкой моторикой. Так как это японцы, так как это японцы, то мы думаем, что это связано с какой-то мелкой моторикой. Например, там, рисинки перебирать в условиях скорости какое-то ограниченное количество времени. То есть, там, в том числе, возможно, палочками в условиях, то есть, условно, дается, там, 30 секунд. Это ужасные штампы, конечно. Ужасные. Отвратительно, наверное. Отвратительно. Отвратительно. Вы уверены, да? В целом, в Японию меня не пустят после этого, я думаю. Ну, мы не уверены, но мы предполагаем. Мы всего лишь предполагаем. Ответ перебирается рисинки палочками. Как глупо звучит. Из ваших уст это звучит уже как... Это был ваш ответ. Ну, у нас это не так звучало. А теперь послушаем правильный ответ. Их просят сделать бумажную чираблику. Опять к японцам, к тиросимам. И главное, это стереотип, действительно, да? Оригами, короче. Это как это, профессор. Человеческий мост в стрессовых ситуациях тормозит высшие процессы. Поэтому традиционными для японца оригами проверяют способность концентрироваться. Мелкая моторика. Мы уже сказали про мелкую моторику, да? Мы были блеские, да. Глобально мы сказали про мелкую моторику. Мы молодцы, мы молодцы. Один-один. Ничего, мы хорошо идем. Нет, два-один горим. Два-один. И ничего, и не штампы, получается. Сами виноваты. Возбодрились. Да. Следующий вопрос. Там конь и... И кто там еще? И за конь? Четвертый вопрос. Всем привет, меня зовут Маша. Я журналистка и автор блога «Маша Давай». И вопрос от секс-блогера будет про сантиметры. Людовик XIV ввел следующие нормативы в облачении для дворян. 1,25 см для простолюдинов. 2,5 см для буржуан. 3,75 см для рыцарей. 5,25 см для дворян. 6,25 см для особ королевских крови. Внимание, вопрос. Высота чего регламентировалась? Каблука. Похожи, да. Похожи. Сейчас... Вы можете в это срочный ответ. ...за черный ящик. Смешно, если там... Там будет... Вы смотрите на черный ящик. И потом отвечаете. А можно еще раз вопрос повторить? Точно не борода. Это просто каблук. Подождите. Так, Мария Розамасова, инстаграм-блогер, спрашивает. Анечка, только вы сами повторите, потому что у нее что-то видаст речь. Так, Людовик XIV ввел следующие нормативы в облачении подчиненных. 1 см и 25 мм для простолюдинов. 2,5 см для буржуа. 3 см, 75 мм для рыцарей. 5 см для дворян. И 6 см, 25 мм для особ королевских кровей. Высота чего регламентировалась? Слушайте, рыцари, они же дерутся и так далее. На каблуках драться. Нет, рыцари и сейчас. Это может быть парад на бакаруе. Это может быть парад на садах. Да. Ну вы уверены, что речь о каблуке? Уже есть буржуа. Так, из нас канал История смотрит один человек. Просто там не говорится длина, там говорится высота именно. А до 14-й вообще въем каблуки, подворовав их у татара-монголы. Так, 1,25 это вообще столько. Единственное, что меня смущает, что там прям миллиметры есть. Вот это немного смущает. Но я думаю, что там имеется в виду, типа, не больше этой. То есть, если у тебя больше сантиметра и там где-то 25 мм, то пиздец. Прическа, волосы, вряд ли. А парика? Парик. С родиной не носили парик. Не, просто родиной вообще не носили парик. Вот такой каблучел носит королевский человек. Да, да, да. Я так с девушками тоже. Это для каблука маловато, если честно. Господин капитан, правильный ответ. Отвечает Юрий Музыченко. Его версия была, с которой мы в целом согласны. Поэтому будет правильность, Юра ответит. Здравствуйте, господра ведущая. С вами говорит Юрий Музыченко. Ну, думайте пока. Спой что-нибудь. Наш ответ – это регламентированная установленная длина высоты каблука. Послушаем правильный ответ. А проще даже, мне кажется, заглянуть. Можете открыть ящик. О! Эй! Это что за гений за этим столом? Исторический канал! Регламен был нужен для того, чтобы люди чрезмерно не увлекались высотой. Но мне кажется, Людовик хотел выделить себя на фоне остальных и подчеркнуть статус голубых кровей. Спасибо большое. Держите. Итак, в церкви, Людовику были популярны высокие каблуки. Хотя, конечно, не такие, как тот, который был у нас в черном ящике. Это реально первый вопрос, который мы с вами сделали. Да. Да. Вот почему ты в одной сегодня туфли пришел. Вторая-то здесь была. Ну что, давайте. Все, дальше пойдем. Ура! 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 Если интересно, я могу рассказать, где он подворовал это. Давай. У татары-монголы, а не первые вели каблуки, чтобы нога из тремени не выпадала. Пожалуйста, знайте. Девятый вопрос. Спасибо. Против знатоков играет Анастасия Татулова, основатель соседей семейных кафе Андерсон, бизнес-омбусмен. Ага. Дорогие знатоки, в 50-е годы министром культуры в России был Алексей Иванович Попов. Он был такой отчаянный мятышлиник, что руководство приняло решение с этой должности перевести его на другую. Через минуту ответьте, пожалуйста, на какую должность перевели Алексей Ивановича. Ого! В 50-е по полу министром культуры. Там, где логичен мат? А где логичен? Или где надо помалчивать? Помалчивать. Где нельзя говорить? Может быть, военное что-нибудь? Нет, они так не делали. Но это не спасает, ну, типа, не спасает ситуацию. То есть, если ты его перенещаешь просто с места на место, он так и будет материться. Его переместили туда, где мат как бы нормально. Или где просто нельзя отмечать. Для министерства культуры... А где мат нормально? Стройка? На вахту. На вахтершу. Или где министр вахты? Ну, просто на этом посту тоже, наверное, нельзя материться? Что там, где нельзя разговаривать, он такой... Здесь просто нет поводов разговаривать. Когда ты министр культуры, как будто ты в первую очередь должен соответствовать образу. Когда ты другой министр, можешь и матернуться дебилом. Да, вот это. Пищит, пищит. Может быть, образование? Министр иностранных дел. Я не помню такого министра. Министр иностранных дел. Там, конечно, никто не поймет. Нет, нет. Кстати, его не поймут, а, как известно, действующий... А давайте попробуем. Давайте попробуем. Он был такой отчаянный матер... матерщинник... Вы были правы. Да-да-да, матерщинник. Что руководство приняло решение с этой должности перевести его на другую. Через минуту ответьте, пожалуйста, на какую должность перевели Алексея Ивановича. А, через минуту? Еще одна минута есть. Отлично, спасибо. Это сказала... Пожалуйста, давайте уважать ведущую. Анастасия Доктулова. Давайте уважать ведущую. А вы отвечаете. Но в 50-е это же еще не оттепель. Не 70-е же, нет? Нет, уже все. Да-да-да. В 50-е, все. Господин Капитан. Ну, они общались, да хуя, с Южной Америкой, да? Господин Капитан, кто будет отвечать? Просто с министра культуры. Да, я просто, знаете, думаю о том, что... Нет, вы решите, кто отвечает. С министра культуры, это не серьезная должность. Переводить на министра иностранных дел. С министра культуры. Господин Капитан, вы говорите, кто отвечает на вопрос Анастасии Татуловой? Хорошо. Учитывая нынешние события в современной Руси, есть предположение, мы не уверены в нем, заранее отвечая на ваш вопрос. Есть предположение скромное, маленькое предположение о том, что перевели господина Попова с должности министра культуры... В 50-х. В 50-х, да. Алексея Ивановича. Который матершинник, как известно, его перевели... Это было невыносимо, да? Да, его перевели... Это было невыносимо было. Его перевели на должность министра... На другую должность? На другую должность. На должность министра. Ну сколько можно, подумали там. Невозможно. Невозможно. Так долго отвечать на вопрос. На другую должность перевели Алексея Ивановича. Алексей Иванович такой... Серьезно, я министр иностранных дел, вы уверены, блядь? Да, хорошо, что это записная программа. Министр иностранных дел. А теперь правильный ответ. Дорогие друзья, я уверена, что вы догадались. Конечно же, Алексей Иванович стал в нашей стране министром просвещения. Была такая версия. У меня была такая версия. А все же в облоге. Типа образования? Да, хорошо. Хорошая идея. И почему? А почему? Ну, это абсурд, как бы, той страны, да? Чтобы они там его научили говорить нормально. Госпожа ведущая, позвольте мне, как амбудсмену знатоков, дать им совет, если у нас есть пауза сейчас некоторая. Дадим совет. Мне кажется, что будет эффективнее, если вы будете распределять между собой варианты и слушать друг друга. Потому что сейчас вы создали некоторую коалицию. И это не первый раз, когда продучал правильный ответ. Но, в общем, мне кажется, инициатива лучше распределять ее и больше слышать. Так больше шансов просто выиграть. Вы цепляетесь за один ответ, начинайте раскручивать сразу его, не рассматривая другие. Сначала собирать все. Задача капитана — собрать все ответы и выбрать наилучший. Короче, из-за тобой косяк. Ну тут да. Все, давайте дальше. Спасибо большое. Как смаковал на свой ответ. На долго. Вбивают клин сразу. Да, следующий вопрос. А что это вот 2-3 у них? Три. Девочки три очка выиграли, мальчики два. Кстати, с наступающим всех. Спасибо. Я с зрителем. Вам тоже. С днем рождения. Восьмой вопрос. Против вас играет актриса Лукерия Ильяшенко. Ну, Лукерия, не подведи. Здравствуйте, дорогие знатоки. Меня зовут Лукерия Ильяшенко. До 22 лет я занималась балетом. Поэтому и вопрос будет про балет. Это «Пуанты». Для того, чтобы безопасно в них танцевать, балерине необходимо три вещи. Пластырь, канифоль и молоток. Объясните за минуту, зачем балерине пластырь, канифоль и особенно молоток. Смотрите, господа. Канифоль – это чтобы не скользить. Досрочный ответ. Давайте досрочно. Подождите. Нет, я знаю только один. Пластырь надо, наверное, напротив. Прошлые мозоли наследятся. А молотком разбивают носик, чтобы он был мягким, чтобы это входило. Я точно знаю, что… Нет, подождите. Носик же, наоборот, должен быть твердый, разве нет? Это твой носик должен быть твердый в определенных ситуациях. А у «Пуанты» он должен быть… Мягкий? В смысле? Все равно они его калашмарят. Ты его так разрушаешь. Все, давайте, пожалуйста, не будем тратить время на… Ну как, как, как? В смысле, подожди, подожди. А канифоль, мне кажется, может увеличивать… Они как-то делают мягче. Сибирский «Сижильник» фильм, вспомните? Они намазали паркет какой-то… Канифоль точно не заходит в такую… Канифолью потом намазали ботинки, чтобы танцевать. Чтобы не… Я скрипач, у меня канифоль! Так, окей, а молоток все-таки? Зачем молоток? Ну, по-любому для того, чтобы… Они что-то делают с этой штукой, да? Подправлять обувь в любом случае куда-то, куда ездить. Мои подражали. Каждый раз заново, что ли? Они же сколочены, «Пуанты», там же маленькие гвоздички по-любому есть. А, гвозди забивайте, гвозди забивайте. Видимо. Какие гвозди? Они шиты все. Внутри вот эта твердая штучка. Ответ. С чего-то сделано твердого? Мне кажется, из гипсона делать ее чуть мягче. Вот точно «Пуанту» калашматит. Каждый раз заново. Я Анастасия Волочкова. Папа мой, Порфирий Волочков. Жизнь моя сложилась бестолкова. Почему ты тогда до сих пор не на шпагат? Я влюблялась только в мудаков. Передайте микрофон Анастасии. Да, знаете, вот, конечно, можно было бы сейчас дать эксперту по обуви, главному за этим столом Юрию, ответить, но Заза несколько раз давала, да, варианты ответов, которые про себя, любовь к себе, потом было про образование. Так что логично будет дать возможность Зазе, тем более в этом сечете, госпожа. Я отвечаю. Да. Отвечать за Занаполи. Форца Наполи. Вы знаете, я никогда не ходила в танцкласс на пуантах. Тогда Юра отвечает на все. Ну, мне кажется, благодаря многим каналам и фильмам, канифоль это для того, чтобы не скользить. Я всегда видела, что любая балерина, перед тем, как выйти на сцену, заходит в ящик с канифолью, делает вот так вот. Вот так вот делает. Зачем он руками это делает? Ногами. Ногами. И потом белые остаются. Это для этого нужна канифоль, чтобы не скользить. А пластырь нужен, чтобы... Ну, ноги это самая уязвимая часть у балерины, у балеруна, поэтому у них всегда выпирают косточки, много мозолей, они 24 часа сутки репетируют. Наверное, чтобы пластырем заклеить... И молоток, чтобы новые... Только новые пуанты. Их всегда делают немножечко мягче, чтобы они лучше сели на ногу и этим молоточком колошматят пуанту. Звучит правдоподобно, по-моему, госпожа ведущая. Вы уверены? Ну, мы убираем только слово «новые». Оставляем первый раз. Слово «балерун». Старый не нужно. Слово «балерун» оставляем. Старые уже сели, после того, что ты один спектакль танцевал, они уже сели. Послушаем Лукерию Илья Шенко, актрису в прошлом балерину. Итак, вы правили ответ. Пластырем обматывают пальцы, для того, чтобы пуанты не очень сильно натирали. Вот правильно. Камефоль нужна для того, чтобы не скользить во время танца. Ее насыпают в специальный лоток, и балерины в нем топчутся перед выходом на сцену. А молоток нужен для того, чтобы разбить пуант, и сделать его таким образом более мягким. Браво! Браво! Лучшая! Супер исчерпывающий ответ. Даже спорить не стали. Да, я помню, что... Командная работа, ребят. Я помню, что для меня это был шок, почему новую пуанту всегда колошматят молотком. Мы теперь это будем обсуждать. Вы молодец. Спасибо. Потрясающе. Потрясающе за вас. Спасибо большое. С кем еще вопрос? Битана, разрешите. Семь. Против знатоков играет Тамара Идельман, автор ютуб-канала «Уроки истории» Ставара Идельман. Ничего, ничего. Надо на меня смотреть так сразу. Что-то про обувь. Добрый день, дорогие друзья. Вопрос такой. На Кутовском проспекте, рядом с Поклонной горой, стоит триумфальная арка в честь победы над Наполеоном. Но мне кажется, что место для нее выбрано нелогично, неправильно. Почему? Ну, это очень просто. Давайте сразу. Это то, откуда нашу вошел Наполеон. В Москву. Все, мы не берем минуту. Вы можете сэкономить минуту и взять ее потом, если у вас будет досрочный ответ. Вопрос же не в этом, да? Нелогично. Они поставили арку в честь победы Наполеона в то месте, где он вошел в Москву. Тогда давайте поступим так. Волевое решение, а мы отвечаем. У нас досрочный ответ, пожалуйста. Сразу. Все. Итак, на Кутовском проспекте, рядом с Поклонной горой, стоит триумфальная арка в честь победы над Наполеоном. Но мне кажется, говорит Тамара Идельман, что место для нее выбрано нелогично, неправильно. Почему? Мы думаем, что это то место, где армия Наполеона вошла в Москву, когда она захватила Москву. Поэтому это не совсем похоже на победу над Наполеоном. над Наполеоном. И поэтому это может быть не очень логично. Звучит круто вообще. А там не было вопроса, где она должна была стоять? Нет, нет, нет. А слушаем Тамара Идельман. Ответ. Свет. Она стоит, арка стоит на том месте, Наполеон входил. Как историк историку просто. Команда. Я тебе говорю, ты сможешь. Команда, команда, команда. Четыре, три. Идут за годи. Еще много историй. Так можно красиво обосраться сейчас. Просто класс. А чем нам это помогает? Дает дополнительную минуту? Или очков? Теперь у вас есть дополнительная минута. Это поможет. Ситуация, когда будет очень плохо, нам это не поможет. Поможет. А нельзя взять деньгами как-то? Очками. На дожде ничего невозможно взять деньгами. А не видите, Лолитин вопрос напоследок оставил. Самый сложный. Он вот так крутит. Пятый вопрос. Против знатоков играет Ирина Шихман, Ведущая Ютуб-шоу, А поговорить. Окей, окей. Небольшая литературная цитата. В общем, Утро было бы действительно Самым обычным, Если бы в Уфском переулке Не появились орбы С редким и легким грузом. Орбы даже не скрипели под ним. Целые озера запахов, Освежающих, Ласковых, Ярких, Нежных, Радостных и печальных, Наполняли воздух. Люди Глазели на непонятное зрелище. Так описал начало этой истории Константин Паустовский В прозе. А вы расскажите То же самое, Но только в стихах. Чего? То есть такая сцена Описана в каком-то известном Тихотворении, Которое мы... Просто именно выпадутся решила. Нет. Я повторю вопрос. Это сцена, Описана в известном тихотворении. Цитата из Паустовского, Как мы выяснили. В общем, Утро было бы самым обычным, Если бы в Уфском переулке Не появились орбы С редким и легким грузом. Орбы даже не скрипели под ним. Целые озера запахов, Освежающих, Ласковых, Ярких и нежных, Радостных и печальных Наполняли воздух. Люди глазели На непонятное зрелище. Так описал Начало этой истории Константин Паустовский В прозе. Расскажите То же самое В стихах. Мне кажется, Это какой-то просто Известный стих. Начало Орбы это кто? Ну, такие телеги считай. Я предлагаю Демонстративно не отвечать На этот вопрос. Из-за острова На стрежень Например, да. На простор Морской волны Выплывали расписные. И чё? Разилы челны А что они могли вести? Легкий какой-то груз, Который вот так прекрасно пахнет? И там какой-то там еще Какие-то цветки Или приправы Или специи Или что-то такое А почему мы это в стихах Должны сказать? Потому что, блядь, Есть известное очень стихотворение Или романс Видимо, не очень, блядь, Он известный Нет, сейчас будет Сейчас будем Вот будем сейчас Рвать волосы на голове Вы все точно его знаете? Ну, понятно, да, естественно Я в моменте, может быть, нет? Мы его все знаем В школе проходили Там должно быть слово Арбы, наверное, наверняка Не факт Нет, не факт События Что-то было в вопросе Происходящих событий Что там происходит? Ярмарка это, не ярмарка Что это? Может, что-то такое Что возит по улицам Что пахнет И что по-устовски Это, мне кажется, должен быть Максим Ну, рубеж веков Он, по-моему, про какую-то древность Не писал Мне кажется Готов ли ответ? Кто будет отвечать? Нет, нет Ну, вы же здесь присутствовать Вы же видите, что нет Возьмете ли вы дополнительную минуту Которую вы заработаете? Не надо брать Не надо брать Не надо брать Я прочту еще раз цитату Пожалуйста Может быть, песню В общем, утро было бы самым обычным Если бы в узком приулке Не появились арбы С редким и легким грузом Арбы даже не скрипели под ним Целые озера запахов Освежающих, ласковых, ярких И нежных, радостных и печальных Наполняли воздух Люди гладили на непонятное зрелище Все прям знают эти стихи Ну, это Никитин песни Это, наверное, это песня Аллы Пугачевой Миллион Аллы Хрос Нет, песня Никитин Да Миллион Аллы Хрос Все, он же привез целую кучу ипподокна Все нюхали, оху... Восторгались и были счастливы В любом случае За стремление За стремление Нужно необходимым, чтобы Заза Наполи ответила Да, давай Это песня Миллион Аллы Хрос Аллы Пугачевой Они просили секунду стихах Можно процитировать? Да, можете процитировать Можно не цитировать? Миллион, миллион, миллион Черт, вы правы Миллион, миллион, миллион Аллы Хрос Точно, точно Из окна, из окна, из окна Видишь ты? Ты гений, ты гений Как? И под ней ничего не скрипел Вне в твоей ночи Вы правильный ответ Вы уверены? Я уверен, что она права Я уверен, что она права Мне хотелось сегодня Новый год Все-таки встретить Потрезвяне Придется набухаться Тридцать первого Можешь? Шикарно Да кто вы такая? Мне кажется, нам нужно для Заза Еще шампанку в студию Принесите, пожалуйста Не-не-не, нам еще отвечать Все равно принесем шампанку Гениально И минуту сэкономили А Шикарно Молодец, оказывается Завернул это Блин, Ирина, крутой вопрос Молодец, пятерка тебе Я сейчас попрошу в монтаже Вставить предыдущую фразу Карена Что он сказал про Ирину до этого Что бы как бы Сложный вопрос Стал врасплох Только не Заза Я думаю, мы можем продолжать Следующий вопрос Спасибо Если ты сейчас ошибаешься Мы тебе больше не верим Против знатоков играет Нелли Уварова Актриса Дорогие мужчины Все Вопрос Что в кинофильме под названием Женщина на Луне 1929 года Использовалось для нагнетания напряжения А в дальнейшем Стало применяться на самом деле В космической индустрии Чего? Нагнетание чего? Напряжение Саспинса Фильм 29-го года Нет, очень старый фильм Подожди Там вот вопрос Там именно про Саспинс говорится Потому что потом она сказала А потом это в принципе Стало использоваться Действительно в космонавтике В космонавтике То есть нас пугали Что там в фильме пугают Что сейчас что-то произойдет Как бы, да? Нет, что такое Саспинс Я понимаю И потом это стало применяться В реальном Не в киноиндустрии А в космонавтике Да, да, да То есть боятся черных дыр? Нет И сейчас мы это используем Я знаю только одну вещь Я знаю только одну вещь Что там в невесомости Должна поплыть такая игрушечка У них всегда есть с собой Эта игрушечка Ну в капсуле И когда наступает невесомость Она должна поплыть Но тут я не понимаю В чем Так, Заза есть варианты? Нету Заза! Нету! Заза, как? Можно нам послушать еще раз вопрос? Я понял, что в косметологии Мы берем вторую минуту, да? Что в фильме Женщина на Луне Использовалась для нагнетания напряжения А впоследствии Год фильма На самом деле Стали применять В космической индустрии А год? Фильм вышел в 29-м году Может это какие-то звуки В космической индустрии Вообще немой был, наверное Что в фильме может быть там? Свет, звук А что в космической индустрии Кислород, который заканчивается Что-то мельтешение какое-то Стробо То есть космонавты сейчас-то используют Что придумали Для чего-то Что было использовано для фильма Женщина на Луне Для нагнетания То, что... Ну так А теперь, пожалуйста, правильный ответ, капитан У нас еще одна минута Да, берем минуту Да, мы все равно не послушаем ответы Можно вопрос еще раз? И стартанет минута Можно, пожалуйста? Что в фильме Женщина на Луне 1929 года выпуска Использовалась для Нагнетания напряжения А впоследствии На самом деле Стали применять В космической индустрии Что... Используется Видимо, надо следить за тем Чтоб не было утечки Им надо следить за тем Чтоб не было утечки Да А как-то обезопас... Так И утечка используется Нет, вообще нет Вообще не то Сейчас надо чуть-чуть подумать Мне кажется, в фильмах Используются приемы какие-то Что-то в них врежется Врежется Или еда закончится Нет, что они куда-то не туда поплывут Или может пожар Пожарный международный космический Моргание постоянное Вот это вот Я об этом говорю Либо звуковые какие-то штуки Либо визуальные Инопланетяне Но используется В космической индустрии Вот эта вот игрушечка Которая плывет в невесомости Это вообще не то Может быть, это барометр Барометр И там стрелки такие, да? Ну, когда... Заканчивающийся кислород Итак, мы же... Камера давления Какая-то... Капитан, капитан Кислород Кто отвечает? Кино это должна моргать Какая-нибудь ламочка Мы полетели-то в космос потом И стали использовать штуки Которые... Давайте, давайте я отвечу Кислородные маски Скафандр Скажем Скафандр Скафандр, скажем Давайте так Послушаем Нелли Уварова Внимание, правильный ответ Пять Четыре Три Обратный отсчет Твою мать Собственно Обратный отсчет Черт Гениально Это гениально Классно Классно Пять, четыре Как она еще... Три, два, один Я сейчас еще всрать, ребята Как она еще сделала Пять, четыре, три, два, один Блин, Нелли Итак, следующий вопрос Он может быть решающим Нет, он не может быть решающим Потому что будет пять, пять И потом дополнительный вопрос Но мы можем выиграть И это будет решающим Итак, второй вопрос Против знатоков играет Лолита Милярская Певица Итак, мой вопрос Одноименный лондонский музей Объявил сбор средств На предмет интерьера Символизирующие деятельность Зигмунда Фрейда У меня нет косоглазия Это подсказка Что это за предмет? Кушетка Кушетка? То есть там есть музей кушетки, видимо И они хотят собрать деньги на кушетку Потому что это... А почему она смотрит в сторону Она сказала, что это подсказка? Подсказка, нет Ну, в смысле, она смотрит куда-то Нет, она сказала, что это подсказка Это подсказка для Лолита Да, для Лолита подсказка А, для Лолиты подсказка? Это не значит ничего с точки зрения вопроса Блин, она нас запутала Ну, короче, что с Фрейдом связана только кушетка Из предметов интерьера Видимо, в Лондоне есть музей кушетки Чего я не знал, надо сказать И что они собирают? Деньги на кушетку Может быть, есть музей Фаласор? Может быть, они хотят купить ту самую кушетку Фрейда Почему? Нет других предметов интерьера, связанных с Фрейдом? Нет Это как бы the предмет Тогда кушетка Все, тогда мы это самое, блин Я не знал Что мы думаем? Есть музей кушетки? Видимо, да Первое я слышу, честно говоря Вы бы пошли в музей кушетки? Мы же первый раз слышим от вас Ну, может, в Лондоне это самые дешевые билеты Единственные Нет, просто они, видимо, хотят собраться всем миром И купить ту самую кушетку на аукционе или где-то Чтобы спасти им Кушетку Фрейда На которую он клад своих пациентов для психоанализа Может быть Вы к этому отвечаете? Это решающий вопрос У нас нет больше Кто отвечает? Вы, конечно, отвечаете Мы на ты были Ты Окей У нас такой ответ Отвечаю я, окей? Отвечает Илья Калмановский Да, кто со мной? Отвечает кандидат биологических наук Видите? Единственный кандидат наук За этим столом И мы, кажется, слышали, что мужчины ни разу не выигрывали Правильно? В этот вашу что-где-куда Вот вашу вот-вот Поэтому, подержите Илья, сейчас будет 5-5 Будет еще один вопрос Нет, но мы с тобой Мы все получили удовольствие, согласитесь Абсолютно И вопросы были очень сильные Илья, если ты сейчас правильно ответишь Мы не выиграли Будет ничья И будет еще один вопрос В итоге игры Нет Мне кажется, мы отлично содержали Поздравляю всех с победой Спасибо за игру Спасибо за игру Ну, ладно, давайте Отвечает Илья Калмановский Спасибо Давай еще Давайте пригодим Ну, мы думаем Давайте, ребята, за победу Вау С новым годом С глазом вы ищем Мужики, вы сейчас все с глазами Окей, Ань, мы можем ошибаться Все ошибаются иногда Но мы думаем Что, наверное, это музей кушетки И, наверное, они собирали деньги На то, чтобы купить кушетку И может показаться странным Что кушетка может стоить дорого Но, может быть Впрочем, это не входит в вопрос Но, может быть, это была Как бы та самая кушетка Которую использовал Фрейд Для психоанализа Она попала на какой-то аукцион И надо, чтобы она не пропала В небытие Но это не часть ответа Главный, короче Ответ такой Они хотели купить кушетку Отвечает Лолита Милявская Ответ Фрейд никогда не смотрел В глаза своим пациентам И есть версия Что кушетка появилась Именно поэтому Так что Ответ кушетка С бездом вас не удалось Как, а? И так 6-4 Впервые Просто лучше Давайте Пам-пам Ура, вы выиграли! Да Молодцы, с новым годом! Я не дурак Заза, просто откровение Ваше познание Ой Девочки, ну все равно Мы пьем за вас Это было, конечно, очень сильно Это были сложные вопросы За отца отыгрался Да Надо же было дополнительные Впервые он не пригодился Хотите, мы его челкнем Нет, мы не хотим Не, а че, давайте поиграем Я тебе поиграю Я тебе поиграю А давайте Мы 6-5 Мы 6-5 Мы очень красиво ушли Давайте это будет вопрос на 3 очка Ты дурак! Ты дурак, если мы проиграем! Чтобы интрига была Госпожа Ведущая, мне нравится эта идея На вопрос Карена отвечает Юра Ну что, как бы вы взянуть своими очками И попробовать Ты дурак Нет, это Карен готов Нет, конечно, нет Потрясающая команда Кандидат наук Историк обуви Артистка! Артистка фантастическая Сыктавкарский блогер Да, блогер из Сыктавкары Надо было послушать один раз Послушали бы, и было бы больше Человек, который владеет единоборством Подрывник Компьютерный хакер Просто красавчик Компьютон Армения Спасибо большое всем за игру С Новым Годом всех Мы победили Да, я думаю, через несколько часов Мы пошли в окно Через все То есть вы, конечно, победили В этом никто не сомневался Но я предлагаю теперь Выбрать лучшего знатока И выбирать будет Зрителем за Да, сейчас я пойду к вам И Эдуард делает вам с другой стороны И вы можете шпнуть на ушко Лучшего игрока Которого сделала столом Да, за сегодня Сейчас кто-то проиграет Красиво делать Да, странно Тут братья же все мы Только в конце игры Мы стали командой Спали в одной траншее Так и было Укрывались Да В одной шинелью Сидели на одной кушетке Что-то я где-то проебался Пели в одном караоке Да Перебирали Эти журавликов, да? Да Не рейсинг Не, ну все равно было сложно Сосались там Отсчитывали Назад Я понял так, что Сначала должны были ввести В какое-то Вешенство А потом успокоить Прикольно, если это реально Было впервые А, это было впервые В космическом фильме Ну, в фильме про космос Это отсчет наверняка Отсчет наверняка был в жизни Я готова объявить лучшего игрока Сегодняшней игры Что, ваши ставки Заза или Илья? Я думаю, Заза Илья? Юра Полина Милушкова Называет имя лучшего игрока Нашей победившей команды Мужчин Итак, самым умным Единственным победившим мужчиной В нашей игре за три года Стала Заза Наполи Красиво Так завернуть Красиво Типа никому В этом что-то есть Поздравляем, но это еще не все Мы предлагаем команде Выбрать автора лучшего вопроса Мне кажется, этот автор потенциально Обратный отчет красивый вопрос Но у Шихман было прям интересно Просто обратный отчет Она еще так красиво подала ответ Типа 5, 4, 3, 2, 1 Обратный отчет Я думаю, что он существовал до этого Шихман прям нас надул И застал его пограничить Вопрос Шихман Это прям для ЧГК на первом Ну он прям такой Да, я за Ира Давайте мы за Шихман Но любовь летит в Лалите все равно Госпожа ведущая, знатоки Выбрали Ирину Шихман Ее вопрос Итак, Ирина Шихман выигрывает Лучший вопрос Вообще-то мы его выиграли А вы выиграли всю игру Спасибо большое Это впервые в истории нашей программы И единственный раз Как минимум в этом 21-м году Мужчины выиграли у женщин В программе Женщины сверху Пора закрывать передачу С наступающим новым годом Поздравляю вас Качайтесь, потом музыку подложим На монтаже Это, кстати, правда Я хочу поблагодарить Бар-олимпиаду Москва Которая, собственно, помогла нам в составлении некоторых вопросов Коп, мусорок Не шеи мне Сорок-машинка Зингера Иголочку сломала Итак, я вас поздравляю с новым годом Я должна быть первичок С вами Ленщина Это невероятно совершенно Были самые сложные вопросы Самые классные Девушки играли Отстояли честь Игрик-хромосомы Было интересно Спасибо большое С Новым годом!